здравствуйте любители тенниса и профессионалы сегодня хочу развить тему о приеме подач то есть сегодня хочу поговорить о приеме подач уже профессионального уровня кто давно играет кто имеет определенное понимание приема кто чувство мяча хорошее имеет но вот тех я думаю ролик будет очень интересно вот связи с появлением нового мячика пластикового который полипропиленовый на вылет у него уменьшается вперед и стало возможно и более как бы актуально вот этот способ приема вот вживую его можно увидеть дима овчаров очень часто им пользуется то есть когда заходит вот в правый угол и с левой стороны принимает мячик вот как бы подсечкой подрезкой и оставляет его короткой вот за счет чего удается ему сменить очень хорошо угол и очень коротко оставить вот смотрите чтобы сделать этот прием надо вот так вот здесь ослабить вот этот момент то есть рука лежит а держится в основном двумя-тремя пальцами то есть вот здесь ракетка немного ходит и в момент касания с мячом мы вот так ослабляем и как бы гасим немножко вот этим видно наверно да вот этим ходом вот этим ходом мы как бы гасим вот так подбиваем и гасим немножко и потом мяч вылетает то есть получается в момент касания мяч как бы стукается об ракетку и потеряет свою скорость вылета и летит уже в определенном направлении вот тут дальше хочу хочется сказать смотрите там в начале ролика я сделаю обычный рез и мяч выходит вторым прыгом за стол а когда делаешь вот вот этим способом то есть на ослабленной кисти на свободное вот на движение и как бы немножко его как подбивая и в то же время придерживая то есть гасишь как бы раз вот так и он за счет этого останавливается и два раза остается на столе тот кто подает подачу резкую и надеется что сейчас выйдет на атаку и видит вроде первый прыг он даже бывает высокий прыг но он остается на столе как бы затухает готовится выход на топ спин а мяч остается на столе вторым прыгом и атака срывается приходится дергаться тыкаться и менять как-то технику игры вот дальше этот прием рекомендую использовать только во второй партии то есть первую партию мы изучаем противника понимаем какие подачи с какой силой из какой силой вращения из какой силой отскока он подает с какой резкостью и когда немножко уже поймали вот этот чувств я приноровились к этому тогда вот этот прием очень актуальный то есть мы меняем небольшим движением руки мы можем дать и глубоко туда в ту сторону да и глубоко сюда и по центру и при этом мяч останавливается не вы не выпрыгивает за стол вот и в то же время но можно обычно принять а можно ослабить и принять уже по другому дальше тут такой нюанс еще надо учитывать вращение то есть мы как бы ставим угол по вращению и вот гасим и мяч тогда по ним должны понимать куда он прыгнет за счет не за своего стука а в основном за счет вращения противника то есть куда он закручен туда мы его направляем или так меняем угол чтобы он против вращения тогда гасится еще сильнее и он как бы остается совсем на столе вот там посмотрите высота подпрыгая разная но я не доводил это до совершенства только для показательного этого чтобы видно было сам суть приема то есть вот так еще раз подытожим то есть вот свободное движение момент касания мы как бы амортизируем мячик движением и как бы немножко его туда подбиваем то есть он как бы останавливается потом чуть-чуть подбивается вот так имитируя подрезку и мяч остается на столе ну вот примерно так то есть смотрим жду ваших комментариев на этом у меня все до свидания и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...